Дорогие отцы, владыки, братья, сестры, я очень рад возможности сегодня быть здесь с вами. Во-первых, у меня есть личное, я очень много лет собирался в Сартовалу, рад, что попал по такому приятному поводу. Знаете, что мне кажется важным сказать в самом начале. Уже больше ста лет тому назад православная церковь, греко-кафолическая церковь России, собирала такое предсоборное присутствие, в котором обсуждала, как должна выглядеть церковь в современном мире. Сегодня, когда читаешь эти документы предсоборного присутствия, понимаешь, что за сто лет мы, к сожалению, в основном двинулись назад. Понятные причины, понятны, к сожалению, социальные, политические причины, которые не дали возможности церкви в России развиваться полноценно. И, опять же, читая эти бумаги, рисуется совершенно фантастическое здание, которое могло бы быть, но не случилось. Как говорят православные люди в таких случаях, Господь не попустил, а попустил совсем обратный процесс. Почему я об этом говорю? Потому что для той группы общин, для той малой церкви, которую я представляю, все эти идеи предсоборного присутствия и самого собора Русской Православной Церкви, который проходил в 1917-1918 годах, они стали базами. И поэтому, когда отец Глеб Якунин предложил, в первую очередь, остаткам катакомбных священников, которые потеряли единство как структура, предложил в 90-е годы подумать о том, чтобы уйти от государственной системы, это нашло отклик. И в 2004 году была создана централизованная религиозная организация, которая официально называется Объединение Православных Общин Апостольской Традиции. Представляет из себя сейчас несколько епархий, в каждой, в свою очередь, тоже некоторое количество общин, в частности, в Балтийском Экзархате, который я, так сказать, возглавляю, у нас семь общин. Это малая церковь. Но мы стараемся не уходить от богословского содержания, которое дает православие, и в то же самое время не замыкаться на, скажем так, жестких рамках, которые категорически отвергают какое бы то ни было общение, какой бы то ни было диалог, какое бы то ни было взаимное обогащение. Потому что самое главное, что дает диалог, он дает взаимное обогащение. И мы это делаем, скажем так, по зову сердца и понимая, что это крайне необходимо. И поэтому очень просто героически, на мой взгляд, выглядит, например, отец-игумен Петр Мещеринов, который много занимается переводами литеранских авторов, и который, несмотря на все то сопротивление, которое он на самом деле встречает в структуре большой церкви под названием РПЦ, продолжает это делать. Я очень надеюсь, что, может быть, в следующий раз или через раз, когда мы сможем, мы с ним очень по-доброму общаемся, и я надеюсь, что, может быть, у нас будет возможность его пригласить, выступить у нас. Это было бы тоже, мне кажется, очень полезно, как действительно знатока богословия и знатока немецкого языка, и знатока немецкой культуры, которая основана во многом именно все-таки на литеранстве. Мне кажется, что сейчас очень важно, видите, как любое бедствие Господь может обращать к человеческому благу, весь прошлый год думающим людям и открытым сердцам дал очень много, потому что вот посадив нас дома, одновременно Господь открыл нам весь мир, потому что современные средства связи, современные технологии дали возможность побывать там, где до этого человек не был. И я помню, как еще в самом начале меня некоторые наши прихожане спрашивали, ну вот, мы же привыкли, в воскресенье надо собраться, в воскресенье же надо молиться, а у нас там были небольшие технические проблемы поначалу, ну включите любую трансляцию, Господь слышит, Господь ваше намерение будет, ваше открытое сердце видит. И было очень интересно, потому что кто сказал, слушайте, а я вот сегодня был на службе в Константинополе, а я был в Риме, а я был еще где-то, и вдруг оказалось, что все вот эти границы, которые мы чувствуем, даже внутренние, потому что когда мы приходим в храм другой, мы скованы тем, что мы не всегда уверены в том, что мы поймем правильно, где можно стоять, где нельзя стоять, где мы, может быть, помешаем кому-то, не смутим ли мы кого-нибудь тем, что мы крестимся двумя-тремя пальцами, открытой ладонью, это все мешает в первую очередь нам самим, и поэтому попадая, если можно так сказать, в чужой храм, в непривычную обстановку, мы стесняемся, мы замыкаемся, и мы не открываем собственное сердце. И вдруг, оказавшись перед экраном, где мы точно никого не смутим, и даже домашних, оказывается, можно открыть сердце, и ты вдруг начинаешь понимать, что там вот эти за тысячи километров люди, которые поют, они точно так же, как и ты, на самом деле, обращаются к Богу, и действительно исчезают все эти границы. И сразу же, переходя ко второй части, о которой вы сказали, понимаете, все-таки главным остается, покажи мне веру в отдел рук твоих. Ну, никуда от этого не деться. Наши любые самые замечательные философские доклады, теологические доклады, они ничто, если мы в этом мире не являемся солью. Церковь, верующие, должны быть солью. Что происходит, мы с вами помним, да? Соль выкидывают вон, в больших количествах соль, которая испортилась, превращается в яд. И, к сожалению, в христианской церкви, как человеческой организации, можно сейчас брать любую страну, любую эпоху, и мы увидим обе эти стороны этой медали. Потому что где-то сердца открывались к Богу, и люди совершали действительно жертвенные подвиги служения. А кто-то при этом спокойно занимался собственным бизнесом и устройством собственной жизни, и родных племянников, там, не знаю, кого угодно. И это антиномия, которая действительно по-настоящему раздевает хитом Христа, а не богословские размышления и не попытки найти что-то свое. Когда-то, много лет назад, я в церковь пришел в 84-м году к отцу Александру Меню, он меня крестил, и он катехизировал. И одно из первых, что меня тогда поразило, он всегда был сторонником так называемых малых групп, но вы знаете, да, это самое главное, малых и евангельских групп в первую очередь. Меня поразило, как каждый человек, когда он начинает читать Писание, ему предлагают поразмышлять и прокомментировать, как открываются потрясающие глубины в простоте, без серьезной, может быть, богословской подготовки. Что-то может быть наивным, что-то может кому-то показаться даже еретичным, но в этом тоже есть смысл, потому что таким образом откликнулось человеческое сердце. И вот в таком тоже маленьком диалоге потрясающе открывается Господь, потрясающе открываются какие-то новые возможности. Понимаете, я думаю, что некие формальности, которые действительно важны для церквей, которые одновременно представляют некий государственный институт. Честно сказать, я думаю, что это рудимент такой еще имперской эпохи, княжеской эпохи, неважно какой угодно, он постепенно будет отмирать, так или иначе, в цифровом человечестве. Это излишне, но я понимаю, когда для, тем не менее, вот такой церкви кажется важно, принципиально важно подписать какой-нибудь документ, из которого следует, что мы взаимно считаем друг друга священниками, мы взаимно признаем таинство. Понятно, потому что как в той же России до революции, когда церковь оплодала правом и даже обязанностью фиксировать акты гражданского состояния, это было принципиально. Потому что, извините, если мы не признаем, то значит, собственно, это и не муж, и жена, и так далее, и дети, и вообще неизвестно кто. Сейчас, слава Богу, прямой необходимости заниматься такого рода деятельности у церкви нет. И главное, повторю, мне кажется, это открытость к взаимообогащению, желание этого взаимообогащения через духовность, через совместную молитву, через совместные дела, через совместную, в том числе, иногда и гражданскую позицию. Потому что церковь должна, по завету Господа нашего, быть в состоянии войны с этим миром. Потому что мы знаем, что мир лежит во зле, и мирскими, скажем так, движениями и действиями руководит князь Мироси. А церковь не может не реагировать на очевидные проявления такого зла. И я всегда вспоминаю, на мой взгляд, потрясающую фотографию 2014 года в Киеве, когда на Майдане между двумя группами людей, одни со щитами, другие, надо сказать, тоже уже к этому моменту с палками, камнями и так далее. Там отнюдь не мирные две стороны в этот момент уже были. И стоит несколько человек-священников, я потом интересовался у своих киевских друзей, они из разных оказались церквей. Вот они стоят в этом центре. В попытке остановить, в попытке остановить кривопролитие, в попытке сказать, что убийство – это грех, о грех не прощаем Богом, не принимаем Богом. И церковь должна вот об этом свидетельствовать, а не о только лишь памятниках архитектуры и совместных каких-то там, не знаю, с государством воспитаний молодежи. Каждый отдельный человек важен Христу, значит, каждый отдельный человек важен Церкви, значит, задача Церкви находить возможность вот этого индивидуального личного свидетельства, которое дойдет до конкретного человека. А на что откликнется сердце? У кого-то оно откликнется, может быть, на какой-нибудь гимн, у кого-то оно откликнется на иконописный образ, у кого-то оно на запах ладана. Каким образом Господь подберет этот ключик, мы не знаем. И мне кажется, что как раз могла бы быть такой вот... А у кого-то откликнется просто на вид современного человека в джинсах и рубашке, который, тем не менее, говорит совершенно непривычные, может быть, вещи. И поэтому мне кажется, что вот Вселенская Церковь, настоящая Вселенская Церковь, которая не имеет ни границ, ни конца, ни начала, только Альфа и Омега, она должна предлагать все это богатство этому миру, говорить, возьмите дар. Но для того, чтобы так говорить, необходимо нам чаще, как говорится, встречаться, чаще общаться. И я очень признателен, что вы откликнулись на это такое наше предложение, потому что мне, честно говоря, давно хотелось, чтобы как-то мы более динамично двигались, а не только размышляли о том, какие мы счастливые, какие мы древние, и как мы там упираемся на Вселенские соборы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.